Доброго времени суток! В этом видео я покажу несколько способов, как можно сделать видео из фото с музыкой, или другими словами называют слайд-шоу. Способы подойдут абсолютно для каждого и не обязательно нанимать других людей для столь лёгкой задачи. Я создам небольшое слайд-шоу в трёх разных программ с прикольными спецэффектами и переходами. Название этих программ вы можете найти в описании под видео. Для примера я заготовил небольшую коллекцию фотографий, которые подойдут для нашего монтажа. И первая программа уже установлена на операционной системе версии Windows 10. Если у вас версия ниже, вы можете скачать из официального источника программу Киностудия. Это предшественник Movie Maker. Всё, что вам нужно сделать, чтобы начать редактировать ваше будущее видео, это выделить все фотографии, нажать правой клавишей мыши и найти раздел «Сделать видео». Теперь можно приступать к работе. Теперь, если нажать на Play, мы можем просмотреть. Сейчас нам нужно поменять очерёдность фотографий и видео. Зажимаем фото или видео и перетаскиваем в нужном нам порядке. Сверху по центру вы можете нажать на раздел «Темы» и подобрать себе подходящую. И уже через пару секунд программа создаст для вас довольно красивое видео. Также вручную вы можете изменить длительность снимка. Если вам нужна длительность меньше, выберите снимок и перейдите в соответствующую вкладку. Также вы можете добавить эффектов. Нажмите в раздел «Эффекты» и откроется целый список разных спецэффектов. Также можно добавить 3D-эффекты. Там их целая коллекция. И все эти эффекты вы можете добавить абсолютно бесплатно. Каждый 3D-эффект имеет свой звук. Громкость можно регулировать при её добавлении. Чтобы изменить музыку, вы можете обратиться в верхнее меню, выбрать звук и нажав на неё появится список с выбором. И во вкладке «Ваша музыка» вы можете добавлять собственную музыку. Предварительно её нужно скачать. Также сама программа предлагает вам синхронизировать видео с ритмом музыки. Чтобы сохранить готовое видео, вам нужно перейти в раздел «Экспортировать» или «Передать» и выбрать подходящий формат. Советую выбирать формат L, дабы всегда иметь высокое качество. Выбираем место на диске и жмём «Ок». А вот что получилось. Следующая программа, которая не менее сложная, называется «Movavia Slide Show». Программа платная, но есть тестовый период. После установки вас будет приветствовать окно, в котором вам нужно выбрать «Master Slide Show» и пройдите каждый шаг. Всё очень легко. Добавляйте фото или видео, выставляйте нужный порядок. Следующий шаг – это выбор эффектов и переходов. И последний шаг – это добавление музыки из коллекции, которая предлагает программа. Или можно загрузить свою с ПК. Теперь программа предложит вам автоматическую смену слайдов с помощью ритма музыки. Готово! Чтобы придать красок, вы можете вручную добавить титры, фигуры, фильтры и так далее. Теперь можно сохранить и посмотреть результат. И последняя программа, которой и я монтирую видео, называется «Sony Vegas». Она подходит не только для создания слайд-шоу, но и для профессиональной обработки видео. Пробной версии, к сожалению, нет, но скачать можно крякнутую версию на просторах торрента. Устанавливаем программу и запускаем. Сперва нужно создать проект, для этого обратимся в файл «Создать». На заготовленных шаблонов выбираем подходящий формат. Я советую выбирать HD 1080 – 24 или 60 кадров в секунду. Дальше перетаскиваем все ваши файлы и они уже добавились на дорожку. Чтобы добавить музыку, ее также перетаскиваем на рабочее окно, немного ниже. Если музыка слишком долго идет, ее можно обрезать или укоротить. Чтобы обрезать, достаточно навести курсор на место и кликнуть. Появится вертикальная линия. Теперь нажимаем английскую клавишу «S» и музыка разделится на две части. Выбираем ненужную часть и удаляем. Теперь все кусочки перетаскиваем в нужный нам порядок. И переходим в раздел «Переходы». Здесь очень много переходов, которые также можно скачать из интернета. Установить новые дополнительные плагины не составит труда. Теперь зажимаем на переход и добавляем его. Чтобы добавить текст, нужно добавить новую видеодорожку и выбрать «Добавить текст». Его также можно анимировать, достаточно обратиться в нужный нам раздел. И посмотрим на готовый результат. «Добавить текст» А на этом у меня все. Если видео для вас стало полезным, обязательно поддержите канал, поставьте лайк и подпишитесь. До новых встреч!